Здравствуйте! С вами программа «Светлые отношения» и я, Вселена Светлая. Секрет мужского и женского здоровья раскрывается именно тогда, когда возникает понимание его значимости. И тут мы начинаем работать над собой. Но эта работа очень приятная. О том, как укреплять и развивать свои интимные мышцы, как мужчине, так и женщине, сегодня продолжаем разговор в студии «Светлых отношений». И моя гостья очень интересная, загадочная и очень опытная. Это ведущий эксперт Центра женского развития «Вумен Инсайт» Людмила Кельмова. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте! Хочется продолжить, не терпится, о тех аксессуарах, которые мы анонсировали в конце прошлого выпуска, которые помогут каждой женщине, а мужчине чуть-чуть позже, укрепить свои интимные мышцы. Потому что действительно, как мы поняли из первого выпуска, это очень важно. И начать хотелось бы с таких вот менее известных, но в принципе востребованных, при том всем, в вагинальных шариках и также нефритовых яйцах. Вот нефритовые яйца, я знаю, используют очень так активно девушки на женских тренингах, чтобы развить именно сексуальность. Но вот мне хочется узнать, насколько это все-таки полезно или не полезно, да какие есть все-таки побочные эффекты. Потому что яйца-то, они тяжелые, там же они из камней, нефритые. Вот вы говорите сейчас ключевой ответ на этот вопрос, потому что вес яйца, это в принципе то, из-за чего я являюсь не то чтобы противником, но я не приветствую, когда женщины берут сразу нефритовое яйцо и с него начинают свой путь ознакомления с мышцами интимными. То есть вы когда в зал приходите, в тренажерный, да, я на прошлой встрече нашей говорила, да, что сначала нужно со своим весом научиться приседать, а потом штангочку взять. Причем вы же не сразу берете 30 килограмм, да, чтобы приседать со штангой. Вы начинаете там с 5 килограмм, с 10 килограмм и постепенно наращиваете нагрузку, правильно? Чтобы мышца не была в шоке и не рвалась от чрезмерной нагрузки. А она должна постепенно входить в состояние тонуса. То есть инструктор сам по себе, зачем он нужен? Чтобы правильно распределить нагрузку на мышцу, чтобы она, знаете, если перегрузить мышцу, она рвется и тупеет. Ее потом тяжело управлять. Кстати, да. Она становится зажатой и скованной, чтобы ее вернуть в состояние управления, потом нужно столько же работать, сколько когда ты качала ее. То есть это очень тонкий аспект. Поэтому и существуют люди, которые учатся стать тренером, да. То есть для этого существуют тренера, инструктора, которые не просто так я проснулась и решила стать тренером. Я долго училась, я сама этот путь проходила очень долго. Я на себе делала ошибки. Я иногда превышала нагрузку, да, и понимала, что потом из-за этого я месяц не могу вывести свою мышцу из состояния бесконтрольного. То есть поэтому, конечно, в данной ситуации, смотрите, когда вы берете яйца нефритовые, вы сразу пришли первый раз в жизни в зал и взяли тридцатку штангу и пошли приседать. Вот что делает нефритовое яйцо. Очень образно. Ну, чтобы оно выпало, я вам честно скажу, вам надо попрыгать, потужиться, покашлять, понимаете, чтобы оно захотело выйти. Потому что ваш сфинктер вагинальный, он же не раскрыт, это надо быть таким ведром, понимаете, чтобы у вас просто так вышло яйцо. И, конечно, он поджимается, потому что мозг получает приказ, да, то есть это же мышцы управляемые, по идее, ну, более управляемые, чем глубокие, да. То есть получается, что вы, грубо говоря, ничего не делаете там. То есть, да, качается вагинальный сфинктер. Вагинальный сфинктер – это вот такой толщины мышцы Лана Копчикова. То есть вот мужчина получает кайф от колечка, вот для чего. Ну, на самом деле, анальный секс, в принципе, это то же самое. Анальный сфинктер, там только что думаете, прямая кишка, это так тугенько и плотненько. Нет, это просто мешок. А мужчины любят анальный сфинктер. Почему? Потому что он самый тугой и самый крепкий. Еще я помню, вы на вебинаре говорили, что когда женщина села, получается, что яйцо еще и перекатывается. Это вообще жесть, потому что я плачу и рыдаю, когда девочка приносит мне листик, в котором инструктор по каким-то энергетическим практикам пишет ей «Спи с этим яйцом». Даже так? Я просто понимаю, что, грубо говоря, вы себе на шею положили гирю и спите с ней, сына. Это пролапсы стенок влагалища, то есть это пропадение мышцы, она вот так вот. После этого начинается что? Отсутствие чувствительности, болезненные ощущения. Это я о хорошем, девочки. А, это еще я о хорошем. Дальше идет опущение стенок влагалища, а потом и опущение матки. Куда уж? Страхи-страхи. Ну, то есть это не страхи, это факт. Ну, как бы я уже одну девушку лечила после нефритовых яиц. Тоже так. Слава богу, она пришла на стадии опущения стенки. Я считаю, что нефритовыми яйцами могу заниматься, например, я. А, когда уже подготовлены мышцы? А знаете почему? Почему? Потому что я могу его втянуть в себя наверх в влагалище, и вниз, вверх, вниз. И вот так он туда-сюда, туда-сюда по влагалищу ходит. И тогда появляется тот эффект, который нужен, да? Да, представьте себе, минут 15 я помассажировала себе влагалище твердым яйцом. Потом его сплюнула. И что у меня внутри осталось? У меня был вагинальный массаж, девочки. То есть у меня кровообращение, потренировалась мышца в отношении мышечной волны, да? Обострились нервные окончания. И выделилось офигенное количество этих вот феромонов, гормонов. Ну, то есть я обогатила за 15 минут всю мочеполовую систему. Всё, зачем мне его носить дальше? Я его вытащила и пошла себе гулять. Вот это, пожалуйста, вот если вы так используете нефритовые яйца, гоу. Но до этого я качалась с тренажёрами, которые дают компрессию, которые научили меня сжимать, расслаблять. Это первое. Чувствовать, управлять, делать мышечные волны. И только потом, да, я беру твёрдый предмет и работаю, и тяжёлый. Но только потом, когда я поприседала с собственным весом, с 5 килограммами, с 10, с 15, а потом уже 30-очку взяла. То есть начало можно самой, либо с тренажёрами, либо и то, и другое, а потом уже переходим к тяжёлой артиллерии. Я не рекомендую переходить к тяжёлой артиллерии, во-первых, без инструктора, во-вторых, без гинеколога. Девочки покупают нефритовые яйца, даже не зная, есть ли у них опущение. Если у них есть опущение, им в принципе нельзя это яйцо брать. Даже так? Им надо вылечить опущение, а потом уже прокачать мышцу, а потом уже брать тяжёлые предметы. Вы сказали о тренажёрах. Интересно, есть ли они в Украине, и вообще как они устроены, как происходит работа с ними? Ну, смотрите, у нас есть два вида тренажёров. Это автономный тренажёр. Его очень любят девочки, которые путешествуют часто. То есть можно взять с собой? Да, можно взять с собой. Ну и тут можно второй взять с собой, но там приспособление. Там манометр, там внешняя камера. Похоже на тонометр для измерения давления этот тренажёр. Реально. Только для молодых, да? Ну, ну, не для того давления измерения просто. Да, оно измеряет давление в другом месте. Вот. Но суть в том, что вот этот автономный тренажёрчик, он удобен, он компактный. Ты можешь его ввести в себя и идти в тренажёрный зал заниматься. Даже так? Чтобы, наконец-то, в тренажёрном зале все группы мышц отрабатывались, понимаете? То есть это прекрасная вообще штука, гениальная. Ты там поехала в поездку, у тебя нет времени раскладывать вот этот большой тренажёр наш пневматический, да? Ну, который основной у нас. А ты себе всунула, поработала минут 15-20, походила, посжимала, и у тебя мышца в тонусе, ты не теряешь то, что ты наработала до этого. И как бы, ну, поддержание, то он все гениальное. Ещё этот тренажёрчик, он состоит из латекса, он такой твёрденький. Ты его накачиваешь у себя внутри так, как тебе комфортно. То есть он раздувается и даёт компрессию на мышцу. То есть, ну, он не должен тебе наставлять дискомфорт, он у тебя внутри, тебе с ним хорошо. Да? То есть, но ты чувствуешь, что ты делаешь. Так мы знакомимся с мышцами. То есть вообще классно начинать с него. И вот этот тренажёрчик развивает две трети влагалища. То есть мышцы тазового дна. Вот это то, что мы мигали в холостую, да? Вы представьте, что мы наконец-то взяли штангу 10 килограмм. Понятно? То есть не 5, а уже 10. И это не просто приседалочки со своим весом. Это уже идёт нагрузка на мышцу хорошая, потому что латекс, да, он очень плотный материал. И вот с ним мы занимаемся. Причём это направление у нас спортивное. Девочки, вы себе не представляете, какая прелесть, когда ты можешь прийти на тренировку по интимной мускулатуре развитию, да? И подкачать попу, пресс, ноги. Потому что мы делаем фитнес-упражнения, то есть пресс качаем, а при этом внутри находится камера. И если ты не сожмёшь мышцы, камера вылетит. О, и все увидят. Да, и ты вырабатываешь рефлекс, потом даже без камеры ты уже в тренажёрном зале не можешь не сжимать мышцы при силовых нагрузках. Ой, какое хорошее направление. И за месяц, допустим, занятий с таким тренажёром, ты становишься обладательницей сознательных мышц с тазового дна. Удивительно. Они полностью тебя слушаются, ты их полностью ощущаешь, и зона G для тебя больше не таинственна. О, да. Да, ты её соображаешь, где она, даже не трогая её руками, понимаете, вот в чём история, да? Потому что она находится как раз на первой трети влагалища, а в умфит может развить две трети. Та-дам! Людмила, а вот я поняла вот про то, что очень о том, что важно ходить в центр, заниматься с инструктором. Можно ли это делать дома, с самого начала, или всё-таки на старте лучше, ну вот как с интимной гимнастикой, узнать, как да всё работает, собственно, да, а потом начинать? Или всегда стоит заниматься с инструктором? Ну, смотрите, как бы попробовать самой, конечно, нужно, да, то есть ты себе пришла, сейчас вот послушала интервью, да, пошла, попробовала, безусловно, но тут ничем ты себе не навредишь, то есть всё будет хорошо. Вот. Но когда мы говорим уже о тренажёрных штуках, да, то есть о использовании уже каких-то приспособлений, да, чтобы себе не навредить, потому что это достаточно тонкая часть. Я уже говорила об этом ранее, да, что мы предрасположены к опущениям, и чтобы не было такого, что девочка себе там нарушит месторасположение органов, да, неправильно дыша просто, понимаете? То есть можно неправильно дышать и тем самым создавать брюшное давление. И, грубо говоря, тянуть органы вниз вместо того, чтобы, наоборот, их подтягивать. Ну, то есть я, конечно, всегда считаю, что с инструктором лучше заниматься. Ну, вы же знаете сами, если в тренажёрный зал прийти и заниматься самодеятельностью, ты можешь выйти оттуда калекой. Это да. То есть тебе надо хотя бы получить инструктаж. В любом фитнес-клубе приходишь, что тебе сначала делается? У тебя тренер даёт первые занятия, да, инструктаж, чтобы в его смену не произошло ЧП, и ты там себе не сорвала ничего, да? Так же и у нас. Приди, попробуй с тренером, пусть тренер тебя разжуёт. Мы же разжёвываем просто и в ротик кладём, только надо глотнуть всё. Только надо сделать надо, и всё. Я настолько стараюсь вводить в то, что у нас в центре, да, вот в нашем женском вот этом месте рассказывают мелкие подробности, такие, чтобы женщина понимала, как будто она всю жизнь этим занималась. И они вот приходят, занимаются. Один раз с инструктором, предположим, иди домой, занимайся дальше. Но зато правильно. Противопоказания есть? Да. Для занятий интимной гимнастикой и для занятий именно вымбилдингом, секс-фитнесом? Да, безусловно. Как и в любом спорте, есть противопоказания, потому что это считается спортивная методика секс-фитнес, да? Угу. Вот, соответственно, безусловно, есть противопоказания. Во-первых, гинекологические заболевания любого вида в острой форме, то есть воспалительный процесс. Беременность, конечно же, является противопоказанием, но существует, допустим, интимная гимнастика без тренажеров, да? Которая, в принципе, приветствуется, если у тебя нет сложности в период беременности, да? То есть можно мигать беременным женщинам. Почему нет? Можно ли заниматься во время менструации интимная гимнастика и остальные? Здесь, конечно, вот такой момент. Я, например, не приветствую. Я здесь поддерживаю гинекологов. Гинекологи считают, что усиливать процесс отслоения эндометрия, это то, что происходит с нами во время месячных, да, не стоит. Потому что таким образом мы провоцируем кровотечение. Да, даже спортивные занятия на 30% рекомендуют меньше. Не на 30%, а вообще первые три дня менструации забудьте о напряге. Девочки, отдыхайте, нам же когда-то надо отдыхать. Вот три дня менструации первые. Раньше, в древности, девочки лежали. Вообще с постели не вставали. Наполнялись энергией. Да, потому что мы самые энергоубиваемые, понимаете, в этот период. У нас нет энергии. Вот, соответственно, там, менструации я поддерживаю гинекологов. Я считаю, что не нужно заниматься ничем, ни миганием, ни с тренажерами. Также, как бы, есть такие, там, заболевания, которые уже переходят в стадию, когда кроме оперативного вмешательства уже ничего нельзя. Например, опущение органов третьей-четвертой стадии, например. Да, то есть тут уже мы ничем не поможем. Потом эндометриоз есть такое заболевание, такое. Сложное достаточно и таинственное. Третья-четвертая стадия – это к нам нельзя, потому что там уже запущенная форма. Ну и вообще лучше без воспалительных процессов. И если есть какая-то проблема, нужно обязательно обсуждать, знать, какая, где, как, да, и проконсультироваться обязательно с гинекологом. То есть если вы хотите уже прийти к нам и заниматься, то без гинеколога вас на занятия никто не возьмет. Да, я отправляю, причем безапелляционно. Я не могу заниматься с человеком вслепую. Безусловно, конечно. Нужно знать исходные данные, чтобы знать, что развивать и как. Чтобы не навредить. У нас, как у врачей, да, первый лозунг – не навредить. Безусловно. Очень исчерпывающая информация. Я вот, по-моему, в первом выпуске думала спросить, все же у вас о вагинальных шариках тех самых. Мне все хочется узнать. Ведь действительно приятный бонус занятий с секс-фитнесом, интимной гимнастикой – это чувственность, о которой вы очень много говорили еще в первом выпуске. То есть чувственность, чувствительность, более интересные ощущения, оргазмичность – это все действительно приятнейшие бонусы. И я знаю, что вагинальные шарики, они тоже каким-то образом там раскачивают энергию. Правильно мы говорим, которые не тяжеленькие. Да, я знаю, что есть легкие. В секс-шопах они продаются. Да, и можно их использовать. Ну, смотрите, какая штука. Как вы думаете, вы хотите просто повысить чувствительность? Что вы выберете? Давайте так. Повысить чувствительность или сократить объем, улучшить здоровье, повысить чувствительность, получить разные виды оргазмов и развить все влагалище по всей длине? Скажите, вот какую чашу весов вы подберете? Вторая явно перевешивает. Я тоже. Вот вам ответ. Если вы хотите просто чувствительность, это вагинальные шарики. То есть ты... Для ленивых. Ну, то есть нет, там просто ничего не надо делать действительно для ленивых. И ничего, кроме чуть-чуть повышения чувствительности. То есть вы не дости... Если у вас проблемы с вагинальным оргазмом, эта штука не решит ваши проблемы. Потому что это такой труд, чтобы добиться его. У меня подавляющее большинство моих учениц, это как раз женщины без вагинального оргазма, которые никогда в своей жизни... В 48 лет приходят женщины и говорят, я никогда этого не чувствую. И вы не представляете себе, какой труд, какой период они проходят работы для того, чтобы позвонить мне через какое-то время и сказать, yes! Да, это было так, как ты рассказывала, да? Но это труд. Ура, вы делаете большое дело. Да, поэтому если бы было все так легко, всунуть два шарика в влагалище и тра-та-та, и все с оргазмом, у нас бы не было анаргазмия настолько развита, ну, не только в стране, в мире. Поэтому не все так просто. Да, чуть-чуть увеличить, да. И если тебе лень, пожалуйста. Но я хочу все, например. Я не могу заниматься чем-то вот на кусочек. Убедили. Мило, все, у меня прям загорелось желание. Я и так иду к вам учиться скоро. Хочется все-таки не оставлять за спинами наших прекрасных, любимых мужчин. И эту часть программы, этого выпуска хочется посвятить и им, как мы обещали вначале. Поэтому хочется узнать от вас, какие есть альтернативные способы накачать свои мышцы и быть еще более здоровым, крепким, оргазмичным мужчиной. Ну, я, конечно, очень сильно призываю мужчин, да, вкладывать, во-первых, деньги в мышцы женщин. Да, женский вумбилдинг, женский секс-фитнес, женская интимная гимнастика – это на самом деле корыстный вклад мужчины в собственное здоровье. Что я в прошлой передаче говорила о том, что чем сильнее у женщины влагалище, тем сильнее ее мышцы, тем круче мышцы у мужчины. То есть мы оздоравливаем своими мышцами мужские мышцы. То есть мы заставляем их работать. Мы улучшаем их кровообращение. В процессе полового акта тем, что женщина массирует фаллос, она делает ему массаж. Поэтому это первый вклад. Второй вклад – это не забывать мигать. Потому что у мальчиков тоже есть мышцы тазового дна. То есть тоже сокращать мышцы, напрягать и расслаблять. Да, да, да. У них просто немножко… У нас внутри органа, у них наружу. Но у них тоже есть промежность. У них тоже есть тазовая диафрагма. У них тоже есть анус. У них все есть то же самое, что и у нас. Просто орган у них выпирающий, а у нас впирающий. И опять же, кто сказал, что женщина должна качать это, а мужчина нет. У всех же уже свое здоровье. Вы слышали, да? Ну, вы же знаете, что такое есть заболевание, как простатит. Оно помолодело так, что у меня просто шок. К сожалению. В 25 лет у мальчика простатит. Я говорю, откуда? Как такое может быть? Ну, вообще просто нереально. Это же какой-то бред. Я вот считаю, что это бред. А знаете, почему вообще такое простатит? Почему такое обострение мужских заболеваний? Почему такая слабая мужская функция на сегодняшний день? Да потому что компы сидят перед компьютерами, играют в войнушки, в танчики. Мальчики, вот чем дольше вы сидите, играете в танчики, тем менее вероятно, что у вас в 50 лет что-то встанет. Потому что действительно кровоснабжение важно не только для женщины, но и для мужчины. Чем больше вы сидите на стуле, тем больше ваши мышцы растекаются по стулу. Естественно, когда простата не омывается кровью, она становится нездоровой. Она становится дряблой. И все. Это ненужный орган получается. Поэтому давайте вспомним о движении. То есть иногда стоит оставить машину и пройтись пешочком. 100%. Особенно про машину. Да, иногда стоит там походить и сексом заняться. Даже если там сил нету, поверьте, что когда женщина вас накачает, вы будете в тонусе. То есть вместо того, чтобы смотреть телек, займитесь любовью. Это качает мышцы. Естественно, в течение дня сокращайте мышцы тазового дна. У мальчиков... У мальчиков... Как и у женщин. Смотрите, без тренажера перекачать мышцу невозможно. Все. Это невозможно. А с тренажером, если вы без инструктора работаете, то можете перекачать. Для мужчин тоже есть тренажеры? Ну, есть тренажеры, но мальчики их не любят. Знаете, почему? Местоназначение тренажера очень спорное. В прямую кишку вводится камера, да. И не все мальчики наши готовы к этому, поэтому мы не склоняем их, хотя они должны знать, что такое есть. Да, да. Да, потому что решается очень много заболеваний у мужчин путем этих тренажеров, но давайте не будем их травмировать. Пусть хотя бы без тренажера сжимают. Вот. Смотрите, им очень важно в течение дня, то есть вот с тренажером, да, вот как инструктор говорит, вот у тебя на манометре есть циферка. Это твоя цель. Но переступать через эту цель запрещено. Правильно? Вот у тебя там, ты держишь бутылочку с водой. Слышали, да, такие гейши? Раньше держали грузики, да, влагалищем. Мы можем держать 2 килограмма, это здоровый вес. Дальше же идет культуризм. Да, то есть, опять же, ты когда никогда не занималась, ты ничего не удержишь-то. О каких 2 килограммов мы говорим? Но уже нормальный инструктор скажет тебе, что не надо держать больше 2 килограмм. Почему? Потому что мышца, чем больше ее качаешь, тем менее чувствительной она становится. Понимаете? Вот как у нас в Украине есть классная фраза, шо занапто, то не здраво. Поэтому для этого еще и существует инструктор, который не только провоцирует к занятиям, мотивирует, возбуждает желание, там и так далее, он еще где-то и ограждает. От вот той самой перекроченности. Где-то останавливает, где-то шизофренизм останавливает, потому что есть люди, которые вот чем-то начинают заниматься, и они уходят вообще. Ну, это тоже очень плохо. Фанатизм, это в любой сфере плохо. Поэтому вот здесь нужен инструктор, и я в этом более чем уверена, я за это голосую. А вам, мальчики, надо будет встать перед зеркальцем сегодня. Зажать анус, втянуть его в себя. Если не получается, вспомните, когда у вас когда-либо было такое опасное положение на дороге, когда чуть не случилось ДТП, у вас прекрасно анус втягивался. То есть вот таким образом он должен втягиваться. У нас обычный рефлекс такой, как защитный механизм, мозг делает такую штуку. У нас тазовое дно сокращается. Не обращали внимания? Обращала как раз в последнее время. Очень, да. Вот, потому что это связь с космосом. Если не втягивается, поставьте пальчик, как я девочкам рекомендовала, чтобы почувствовать, движется или нет. Да, поначалу, конечно, движение будет не столь явным, как хотелось бы, да? Но через месяц вы посмотрите, что очень даже явно все. Анус зажимаем, напрягаем промежность и подтягиваем яички наверх. То есть мошонка должна подтянуться. Они все умеют это делать. Мальчики же наши профессионалы. И у них мошонка начинает подниматься наверх. И вот чем выше он может ее затянуть, тем круче он мышцу сжал. А потом он должен вернуть все обратно вниз. Полное расслабление. И вот пошел. Сжал, подтянул, отпустил. Иногда даже можно прибегать к статическим нагрузкам. Зажать и держать. Ну там до минутки. И девочкам, и мальчикам это можно делать. На светофорах, например. Чем заниматься на светофоре? Или в пробках. Или в пробках. Да, то есть зажал и держал. Потому что у мышцы же есть две формы развития. Статика и динамика. Мигание это динамика. Статика это зажал и держишь. Это очень хорошо, кстати, для чувствительности. Кстати, о чувствительности для мужчин. Мне прям хочется сразу напрашивать вопрос. То есть здоровье. Плюс чувствительность. Каким образом она ощущается у мужчин. И насколько улучшает занятие интимной гимнастикой. У мальчиков меньше проблем с этим, чем у девочек. Это раз. Но если мы говорим о забытых некоторых нервных окончаниях, то здесь, конечно, больше... Ну, во-первых, массаж фаллоса. Он дает развитие нервных окончаний. Можно массажировать фаллос каким образом? Мануально или вагинально? Да? То есть это два способа. Ну, орально тоже можно. Я вот все хочу спросить про орально. Орально можно, но все же вы понимаете, что ротик, он не сделает такую компрессию, как могут руки или умелое влагалище. Да? То есть нам нужна хорошая компрессия. То есть им надо промассажировать фаллос. Соответственно, конечно, вот эти виды нагрузок, так сказать, они не только повышают чувствительность, но улучшают здоровье, кровообращение. То есть все, что хотите. Пожалуйста. Допустим, мышцы можно накачать на секс-фитнесе, а, допустим, научиться мануально массажировать фаллос. Это наш секс-факультет, секреты идеальных жен. Мы там даем техники, как это делать. Да. Надо только заходить, знаете. Можно в космос улететь. Вы просто клади знаний. Удивительно, как вы все по полочкам разложили. Кстати, вот о том, какой эффект появляется, когда он появляется у мужчин, через сколько дней, месяцев после начала занятий. Ну, смотрите, я думаю, что если он помигает так два-три денька, так плодотворненько, то есть не три раза, а так до двухста, он начнет ощущать постоянный прилив крови к фаллосу. То есть у него будет постоянно хотеться секс. И девочки тоже, кстати, начнут это ощущать. То есть любой человек, мужчина, женщина, неважно, от занятий начинают в первую очередь ощущать позыв, необходимость. То есть раньше последнее, что ты в жизни хотела, это секс. То сейчас тебе вдруг начинает все меняться местами. Ты хочешь секса больше, чем вообще что-либо. Ты готова отказаться от еды. Расставилась естественным путем. Это система ценностей, это действительно лучше, чем кушать девочки и мальчики. Вы же знаете, что секс – это еда. Кстати, да. И даже вот есть такое понятие даже в кинематографе. Если очень много сцен с красивой едой, то уже сексуальных сцен не надо. Или наоборот. Потому что действительно это связано. Когда плохой секс, люди начинают много кушать. Безусловно. И вы видите этих людей на улице каждый день. И вы видите этих женщин без секса каждый день. Знаете, как вы их определяете? Глаза. Глаза. Раздраженность. Кожи лица. А, занятия. Глаза тусклые. Глаза безжизненные. И цвет лица серый. Это женщины, у которых либо нет секса, либо что-то не так в гинекологическом отношении. То есть занятия интимной гимнастикой, секс-фитнесом, бомбилдингом, они улучшают цвет лица? Да, потому что они влияют на выработку гормонов в выишниках. Естественно, да. Еще один приятный бонус. А кожа становится упругой. Да, эликсир молодости, Людмила. А внешний вид, извините, вагины, в наших губок половых, это тоже от тонуса мышц. То есть чем ты больше качаешь мышцы, тем она у тебя сохраняет молодость. То есть, представляете, в 60 лет он туда посмотрел и не понял, почему как у девственницы все. Подтянутая, розовенькая, гладенькая, губы малые, не выходят из больших, да? То есть гравитация не проканала. Людмила, вот благодарна вам настолько за то, что вы смело говорите о таких важных вещах, которые каждый день, каждый мужчина и женщина могут для себя делать. Я еще раз благодарю, желаю вам успехов в вашей деятельности. И надеюсь, теперь мужчины и женщины задумаются над своим здоровьем. Спасибо, я тоже очень надеюсь на то, что вы после просмотра этого видео просто захотите. Я никого не хочу заставлять, но я вас призываю, я вас умоляю, пожалуйста, захотите хотя бы без тренажеров, но сжимать, чтобы понять, как меняется жизнь у людей, у которых там все в порядке. Здоровье каждой женщины и каждого мужчины в их собственных руках. Заботьтесь о себе с любовью. С вами была Вселенная Светлая. Помните, светлые отношения создаем мы сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok